Тема моего доклада – кориогенное оккупирование компрессионного болевого синдрома при метастатическом поражении костей. Я думаю, мы уже сегодня целый день слышим об актуальности метастатического поражения костей, и это связано по некоторым причинам. Первое метастатическое поражение костей занимает третье место после метастатического поражения легких и печени. И также метастатическое поражение костей чаще встречается, нежели первичные опухоли кости, то есть саркомы, и чаще встречается в 2 или в 4 раза частое заболевание. И здесь мы с вами видим схематичное изображение частоты распределения костных метастазов. И давайте с вами обратим внимание на то, что чаще всего метастатические поражения костного отдела встречаются в позвоночном столбе, в грудном отделе, в поясничном отделе, в крестце, в плоских костях – это кости таза, также в трубчатых длинных костях – это верхний и нижней конечности. Есть такой термин – skeletal related events. Это термин, который давно уже практикуется как в онкологии практикующего клинциста, так и в фундаментальной онкологии. Что это означает? Дословно перевести сложно. Это означает осложнение со стороны костной системы. Шесть осложнений. И первое, второе, третье, пятое всегда будет иметь наличие какого-то болевого синдрома, либо дискомфорт. Мы сейчас об этом обсудим. Итак, уже прекрасно сказали нам о боли, как она возникает и так далее. Но в свою очередь следует отметить, как клинцисту, то, что боль у пациента с метастатическим поражением костей имеет два клинических этапа. В том случае, когда происходит раздражение внутрикосных и переостальных нервных окончаний, у пациента имеется боль тянущая, периодическая, не отвлекающая его. И эта боль преимущественно возникает в ночное время. Купируется НПВС. Непонятная боль. А вторая боль – это функциональная боль. Это та боль, которая связана с механической нестабильностью кости. И эта боль усиливается при физической активности. То есть, когда пациент совершает какую-то работу на эту кость, на пораженную кость, он чувствует усиление этой боли. Вообще ее наличие. Далее. Компрессия нервного корешка. Понятное дело, что симптоматика компрессии нервного корешка – это уже не механическая боль. Это уже корешковая боль. Другая. Но об этом мы не будем говорить подробно. Компрессия спинного мозга. Что здесь интересного? Во-первых, в клинической практике есть огромная проблема. Потому что когда нам пациент говорит, что у него болит спина, а пациент получает химиотерапевтическое лечение, допустим, платиной, то в первую очередь любой практикующий врач говорит, что у вас болит поясница, это, наверное, от химиотерапии. Цисплатин влияет на пучки, большая гидротация. Наверное, это из-за этого. Другой вариант. Пациент жалуется на боль в спине. А мы говорим, что у вас, наверное, остеохондроз. Мы все прямоходящие, остеохондроз у всех. Не переживайте. Но, к несчастью, это может оказаться и наличие метастатического очага. Метастатический очаг в позвонках, он манифестирует именно вот этой болью, непонятной, тянущей, постоянной, вроде бы непостоянной, неотвлекающей у пациента, сильно его нетревожище. Но дальше появляется простезия, дальше появляется онемение в конечностях определенных, в зависимости от сегмента поражения, а дальше уже вегетативные дисфункции. И тут уже, конечно, мы понимаем, что есть беда. Но есть один очень интересный момент. Давайте с вами вспомним ту картинку, где мы видим, что чаще всего поражаются грудные и поясничные позвонки. И вспомним с вами, что в клинической практике, когда мы назначаем пациенту контрольное обследование, мы ему назначаем коты органов грудной клетки и коты органов брюшной полости. А значит, костный метастаз, скорее всего, мы увидим намного раньше, нежели у пациента появится болевой синдром. Гиперкальцемия. Когда пациент жалуется на запоры, на тошноту, на изменение психического статуса, тут тоже не надо все списывать на химиотерапию или то, что вы хотели. Тут нужно, наверное, взять анализ на кровь и кровь и кальция, посмотреть, какая его концентрация. И наличие гиперкальцемии в 20% случаев говорит о наличии остеолитических агрессивных метастатических очагов. Патологические переломы. Ну, ситуация крайне неприятная. Но опять-таки патологические переломы мы уже можем ловить, когда мы говорим о контрольном обследовании. Это хорошо обсудим. Миеллофтис или миелопорез правильно. Это когда происходит инфильтрация опухолевых клеток костного мозга, и у пациента появляется снижение количества ритоцитов, тромбоцитов и лейкоцитов в крови. Вот это очень интересный график, который отражает нам время до появления первых вот этих шести признаков от диагностики костных метастаз. И обратите внимание, что первый и второй стороны говорит о том, что сначала выявили костные метастазы, а потом уже появились вот эти симптомы. И опять-таки, чем это обусловлено? Тем, что мы делаем контрольное обследование, это раз, и тем, что метастатические очаги чаще возникают в грудных и поясничных отделах. Все остальное у нас идет, идет, идет к низу. Это хорошо. Дальше кривая Каплана-Майера говорит о том, чем раньше мы найдем костный метастатический очаг, тем дольше будет жить пациент. Ну, вроде бы логично. О диагностике я лишь сквозь скажу. То, что у нас есть ингенологические методы диагностики, рентгеновские снимки, компьютерная томография, ПТКТ, остеосантиграфия, МРТ, магниторезонансная томография. Костные очаги мы можем найти. Методы лечения вторичного поражения костей скелета. Какие существуют методы? Системная терапия, остеомодифицирующие агенты, лучевая терапия, хирургические методы и криотерапия. Какое место занимает криотерапия в этом месте? Давайте попробуем с вами сегодня узнать. Системная терапия, химиотерапия, терапия цитостатиками, таргетными препаратами, иммунными препаратами. Какова ее эффективность при костных метастазах? Достаточно тяжело определить, потому что в первую очередь все зависит от гистологического типа. Это раз. Во-вторых, это зависит от стадии, когда мы нашли этот костный метастаз. В-третьих, это зависит от сопутствующих заболеваний, от чувствительности опухоли к химиотерапии. И самый очень важный вопрос. А когда химиотерапия, системная терапия, начнет действовать? Когда начнет уменьшаться костный метастаз, костный очаг? Далее. Остеомодифицирующие агенты. Остеомодифицирующие агенты чаще всего добавляются к системной терапии, так же, как и у нашей пациентки, например. Остеомодифицирующие агенты делятся на бисфосфонаты и моноклональные антитела. Бисфосфонаты, там, золидроновая кислота, к примеру. Моноклональные антитела, динусумаб, да что мы используем в практике. Лучевая терапия. Как лучевая терапия может нам помочь в решении проблем из костных метастазов? От чего зависит это? Ну, опять-таки, алкализация костного метастаза. От аппаратуры, от возможности клиники помочь пациенту. От гистологического типа, резистентна ли опухоль к лучевой терапии или нет. От многих факторов. Ну и, конечно же, от размера. Хирургическому лечению я отвела два слайда для того, чтобы показать, что хирургическое лечение достаточно часто используется при лечении костных метастазов. Если мы говорим о хирургическом лечении поражения позвоночника, то в данном случае используются два типа операции. Декомпрессивная операция и декомпрессивно-стабилизирующая. При декомпрессивных операциях, допустим, ламиноктомия, когда удаляют дужку позвонка, сказать о том, что улучшается качество жизни пациента. Ну, улучшается, но ненадолго и незначительно. И больше этой операции имеют, наверное, диагностический какой-то критерий. То есть мы можем выполнить биопсию и узнать, что же там в этом очаге. Декомпрессивно-стабилизирующие операции хороши тем, что они длительно помогают пациенту. Но, опять-таки, не всем это можно сделать, нужно это делать своевременно. Если мы говорим о хирургическом лечении метастатического поражения длинных трубчатых костей, то здесь стоят вопросы о калечащих и некалечащих операциях. Калечащая операция – это ампутации, что, наверное, в современном мире не стоило бы делать ради решения вопроса метастатического очага. Либо это резекция интересующего у нас костного отдела с одномоментом эндопротезирования. Описывается в Москве случай с использованием аппарата Элизарова. Вот так все. А какое же место занимает криодеструкция в лечении метастатических очагов костных? Здесь представлена очень малая сводка о том, изучались ли вопросы по криодеструкции опухоли костей, метастатических очагов костей. Да, изучались. Изучались, начиная с 1968 года. Здесь представлены самые основные, большие работы. И практически во всех работах, кроме Гейдж, где я писала в 1975 году, были результаты достаточно хорошие. Как с доброкачественными опухолями, злокачественными и с метастатическими поражениями. Но большинство всех этих исследований описывают открытую криодеструкцию и наличие хирургического вмешательства. То есть, грубо говоря, если имеется опухолевый очаг, его либо удаляют, либо выполняют киротаж. И дальше производят уже воздействие жидким азотом, охлаждением. И когда просматривая все эти работы, создается такой итог, вывод, что режим криогенного воздействия по степени охлаждения и экспозиции намного превосходит порог криогенной устойчивости кости. И для того, чтобы выяснить, для того, чтобы предупреждить ядрогенное действие, для того, чтобы предупреждить наличие, появление патологического перелома в зоне криодеструкции, необходимо было выполнить дополнительные исследования. Эти исследования у нас происходили в экспериментальном режиме. Я лишь часть расскажу о них. Первая часть у нас производилась на экспериментальном исследовании изолированных костей свиней, где мы отрабатывали методику криогенного воздействия. Здесь обратите внимание, что первым этапом было создать перфункционное отверстие, туда ввести интродюсер и трепан. После этого по этому интродюсеру вытащить трепан и дальше по интродюсеру ввести криозонды и произвести два цикла – замораживание 5 минут и оттаивание пассивного. Сам оттаивает, и опять замораживаем, и оттаивает. И смотрели, что же происходит с костью. На изолированной кости, посмотрите, мы прекрасно видим формирование ледяного фронта. То есть ледяной фронт вышел за костью. А почему он вышел за кость? Потому что в кости имеются каналы, через которые выходит аморфный лед. И поэтому кость не взорвалась, не ломалась. С ней все было хорошо. Но может быть такая картина в эксперименте на животных. Там же есть кровоток. Абсолютно подобное исследование мы уже делали на бедренных костях кроликов. Обратите внимание. Можете нажать кнопку, может быть, видео здесь заработает. Обратите внимание, мы видим 4 перфронтных отверстия. Во второе вводили криозонт. А в остальные соседние термопары. Для того, чтобы измерить температуру. То же самое делали. Два цикла промораживали. Цикл оттаивания, промораживали, оттаивания пассивная. Пятиминутная криодеструкция и опять оттаивание. После этого кроликов вывели эксперименты на седьмые и на 55-е сутки. И часть костей отвезли на изучение механической прочности. А другую часть костей отвезли на изучение гистологического патоморфоза. Изменения гистологического типа. Я вдаваться подобности самого эксперимента не буду. Лишь только скажу, что использовалось специальное оборудование. Прошу прощения. Вот этот интендер алмазный, который в уже подготовленный препарат механически приближали кости. И смотрели на длину диагонали. То есть насколько деформировалась косточка под криогенным воздействием и кости без криогенного воздействия. Какая создавалась линия отпечатка от этого алмазного интендера. Обратите внимание, что он имеет вот такую форму. То есть мы увидим отпечаток. Посмотрите. Лишь только два графика. Первое. Значение диаметра отпечатка интендера на фрагменте без криогенного воздействия на костях. Мы видим разбросанные показатели. Создается впечатление, что кость мозаичная. То есть кость неоднородна по своей прочности. Есть кусочки кости, где очень прочно, а есть где нет. Тоже самое. Обратите внимание, что такой же разброс имеется. И в том ситуации, если мы исследуем кость после криогенного воздействия. Далее, если мы говорим о гемогистологическом исследовании, здесь представлен препарат. Первая зона – это область установки криодеструк, ну, криозонда. Далее вторая область – это зона сосудистых изменений и снижение количества элементов гемопоэза. А третья область – это уже непосредственно сохранный костный мозг. И как? Какие мы можем сделать выводы? Сопоставив результаты патоморфологического исследования, сопоставив результаты исследования механической прочности кости, мы сделали вывод о том, что крионекроз кости имеет мозаичный характер. Он не может иметь четких границ или какой-то локальности, потому что мы говорим не только о разрушении действия самого холода на костной клетке. Мы еще говорим о том, что нарушение прочности и сроки криового воздействия зависит от интенсивности криового воздействия, точки приложения криозонда по отношению к питающим сосудам и объема сохранившейся здоровой кости. Полученные данные позволяют рекомендовать, ну ставят вопрос перед нами о возможности мобилизации конечности после криодеструкции. Нужно ли это делать и в каком объеме, потому что риск возникновения патологического перелома, он все равно остается. Но как-то его предотвратить и как-то его… Он возрастает. Он возрастает, да. Я же как-то мягко хотела сказать. Он возрастает. Но в клинической части мы должны решить вопрос, как эту конечность сохранить. И, естественно, стоит иметь в виду то, что есть разница. Мы изучали трубчатые кости, у них своя особенность в строении. И есть плоские кости, где тоже есть различия, и антомофизические различия, и различия по кровоснабжению. В этом и есть смысл моего доклада. Спасибо всем за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.